Добрый день, многоуважаемые зрители! Сегодня 1 июня. Поздравляем вас с Международным Днём Защиты Детей. Предлагаем также вашему вниманию новостной обзор «Мартовские Иды» номер 12. Как вы видите, они посвящены известному человеку. Как вы думаете, кто это? Конечно, речь идёт о знаменитом композиторе Раймонде Палсе. Народный артист СССР написал много прекрасных песен для целого ряда звёзд отечественной эстрады первой величины. Имя композитора гремело на всю великую страну, которая, как писали, когда-то занимала одну шестую часть земной суши. Казалось бы, нужно почивать на лаврах. Однако сегодня у маэстро выражение лица, увы, часто печальное. Более того, в последнее время началась настоящая травля композитора. О ужас! Маэстро почему-то молчит. Ему задают провокационные вопросы, которые сейчас волнуют многих. Вы, конечно, понимаете, о чём идёт речь. Однако композитор молчит. Он говорит, что занимается сугубо творческими вопросами. Однако сейчас политика такая. Молчание – знак согласия. Согласие с кем-то. С теми, кто против нас. В общем, кто не с нами, кто молчит, тот против нас. Так рассуждают сегодня в республике. Что остаётся Раймонду Волымаровичу? Только смеяться или даже саркастически ухмыляться. С другой стороны, маэстро, конечно, не может не замечать того, что происходит на его малой родине. В интервью одному латышскому журналу композитор сказал, что недавно побывал на Латвийском радио, которое находится в центре Старой Риги на Домской площади. Смотрите фотографию. Как сказал маэстро, вышел он из здания Латвийского радио и ужаснулся. Почему? Раймонда Волымаровича шокировало то, что на Домской площади не было практически людей. Маэстро сказал, что он в шоке от увиденного. Раньше Старая Рига кипела, по его выражению, от туристов. И сегодня она должна кипеть. Но почему так не происходит? Кто виноват? Где же туристы? Ау! Почему они не приезжают в Латвию? Почему не посещают Старую Ригу? Вопрошает композитор. Раймонд Волдемарович вспомнил времена, когда на Домской площади было много людей. Люди сидели в кафе, пили пиво, танцевали, развлекались, выступали артисты на сценах. Что случилось? Почему все ушло в прошлое? Ответ лежит, как нам кажется, на поверхности. Чтобы были туристы, нужно их приглашать. А как сегодня с этим обстоят дела? Увы и ах! К тому же не секрет, что большинство туристов по-прежнему едут с Востока, из России, Белоруссии и других бывших советских республик. Многие приезжают, чтобы посетить Старую Ригу, а заодно отправиться в Юрмалу. Как известно, Юрмала в советское время называлась всесоюзной здравницей, курортом всесоюзного значения. В Юрмале родился знаменитый писатель-сатирик Михаил Задорнов, который говорил о том, что Юрмала – это западный курорт для советских людей. Многие россияне приезжали в Юрмалу на культурные мероприятия, которые проходили на сцене концертного зала Дзинтари. Особенно популярна была новая волна конкурс молодых исполнителей, сопредседателем которого был Раймонд Валдемарович. Основателем же конкурса «Новая волна» был российский маэстро Игорь Крутой. Фестиваль собирал тысячи людей, которые приезжали не только из России, но и из многих республик бывшего Советского Союза, а также из других стран практически со всего света. Все хотели посетить новую волну в концертном зале Дзинтари. В Юрмалу приезжали, прилетали, приплывали, пребывали на своих яхтах шикарных многие олигархи, в том числе Роман Абрамович. Однако, в какой-то момент начались проблемы у российских артистов. Валерия, известная певица, Олег Газманов и даже, о ужас, сам Иосиф Кобзон попали в черный список Латвии. Они стали невъездные. Невъездными. Это же, конечно, огромный удар по шоу-бизнесу. И вскоре новая волна ушла из Юрмалы. Концертный зал Дзинтари опустел. На сцене концертного зала Дзинтари проходили и другие развлекательные мероприятия, скажем, голосящий Кивин. Популярным был и фестиваль Юрмала, бывшая Юрмалина. Это фестиваль юмора, в котором принимали участие многие звезды эстрады. Обратите внимание на афишу. Рядом Галкин, Петросян, Басков. Все недружно приезжали в Латвию, в Юрмулу и выступали в Дзинтари. Ну, а если не проходят массовые мероприятия, то какой смысл ехать в Юрмалу? Чего уж удивляться, что пляжи пустые. А раз пустые юрмальские пляжи, то и Рига будет пустой, потому что многие, кто приезжал в Юрмалу, отправлялись на прогулки в Старую Ригу. А сегодня Старая Рига тоже пустует, как и Юрмала. Кто виноват? Почему пропадает такая красота? Раймонд Валдемарович хитрый, он не отвечает на вопрос, он только задает вопрос. Ответы же вы должны найти сами. Конечно, автоматически люди не будут приезжать на курорт и заполнять улицы, кафе, рестораны. их нужно приглашать. Нужно создавать условия для того, чтобы люди приезжали с удовольствием причем, с радостью. Ну, а пока, к сожалению, политики только говорят о том, что Латвия превратилась в прифронтовую зону, здесь очень напряженная обстановка, ситуация крайне сложная. В таком случае, кто же поедет в Ригу и в Латвию. Туристы лучше отправятся в другие точки мира, где могут спокойно отдохнуть. Это были мартовские иды за 1 июня 22 года номер 12. Всем привет! Смотрите канал Дмитрий Март Лайв, подпишитесь, ставьте колокольчики, до следующих встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok